В республиканском МВД рассказали о громких задержаниях торговцев зелия. Один из дельцов устроил в съемной квартире нарко-оранжерею. Он выращивал в шкафу плантацию марихуаны. Причем делал это довольно профессионально. Следил за температурой, светом и удобрял растения. Взять парня удалось через покупателя, который попался с 9 граммами травки. Вскоре оперативники вышли на продавца. При уже обысковых мероприятиях было обнаружено несколько банок. Ну, так говорю, то есть все видно, справку вам дадут. Несколько банок, ну, достаточно большое количество, там сейчас пока экспертиза не проведена, но я думаю, где-то около полукилограмма марихуаны. То есть расфасовано по банкам, по пакетам. Квартира была съемной. То есть изначально, когда в квартиру заходили, горшки с марихуаной, все как бы наглядно. И что удивило сотрудников при открытии шкафа. То есть шкаф был очень профессионально оборудован для выращивания марихуан на конопле. Помимо наркотиков, у парня были изъяты деньги – 25 тысяч рублей, прибыли от продажи марихуаны. Полицейские отмечают, что молодой человек жил на широкую ногу, питался в кафе и ресторанах, одевал себя и свою девушку в дорогих магазинах. Что касается других преступлений, то стоит отметить задержание 20-летнего жителя Саранска. Задержан был в конце августа. По поступившей оперативной информации, данный молодой человек занимался сбытом наркотических средств синтетического происхождения. Данная информация была отработана. Гражданин был задержан. У него было взято около 50 грамм наркотического средства. То есть по характеристике, как я, насколько знаю, всех всегда интересует характеристика задержанных лиц. Сам не потребитель. Окончил техникум, живет с мамой. По внешнему виду, ну, вряд ли, наверное, кто-то когда-то бы сказал, что является преступником, а именно сбытчиком наркотических средств. Потому что, ну, достаточно такой спокойный, уравновешенный молодой человек, приятно одетый. Еще одно задержание касается 24-летнего жителя Арзамаса Нижегородской области. Его разработкой полицейские занимались совместно с оперативниками республиканского УФСБ. Раз в неделю посещал нашу республику и оборудовал лесопосадки, либо близлежащие села, не заезжая в город Саранск, наркотическими средствами. То есть ложил закладки, приезжал обратно к себе в Арзамас, отчитывался, ну, соответственно, тоже за это получал деньги. Была проведена оперативная комбинация, данный гражданин в посадках был задержан. При личном досмотре у него было изъято 10 свертков с наркотическим средством массой, общей массой около 14 грамм. При обыске в квартире в Арзамасе оперативники обнаружили еще около 100 граммов наркотиков, среди них гашиш и синтетика. Примечательно, что сам торговец-дурманом не является наркопотребителем, не пьет, не курит и ведет здоровый образ жизни. Похитили аккумуляторные батареи на 90 тысяч рублей. Саранские полицейские задержали парней, которые раскурочили пару десятков машин и похитили 16 аккумуляторных батарей, зарядные устройства, пусковые провода и инструменты. Полицейские остановили десятку, в которой и нашли все это добро. В салоне автомобиля находились двое молодых парней из села Зыково. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Как пояснили молодые люди, аккумуляторы они похитили из автомобилей, припаркованных на территории базы на улице Рабочий. По словам одного из задержанных, некоторое время назад он работал недалеко от места совершения преступления и знал, что парковка не охраняется. Приехав в Саранск с другом за покупкой спиртных напитков, он предложил товарищу совершить кражу, а потом продать похищенное. Общая сумма ущерба, причиненного автовладельцем, составила 86 тысяч рублей. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В Старошаговском районе столкнулись «Шевроле Нива» и «Фольксваген Поло». Авария произошла в 11.20 на 145-м километре автодороги подъезд к городу Саранск от трассы М5 «Урал». 62-летний мужчина, водитель «Шевроле Нива», по предварительным данным, выехал навстречу и врезался в «Фольксваген». Отлетевшими осколками машин повреждение получила еще и «Лада Ларгус», которая двигалась перед «Нивой». В результате ДТП пострадали 79-летние и 82-летние пассажирки «Шевроле». Женщины с различными травмами доставлены в Старошаговскую больницу. По информации Республиканской госавтоинспекции, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. Редактор субтитров А.Семкин